Приветствую всех братья, я возвращаюсь и все остальное. Да, делаю я перерывчик, вроде на один или на пару дажикардов, но суть не в этом. Главное, что сейчас, наконец, я могу нормально разбирать вроде поединки и все остальное. Ну а перед началом данного ролика хотел бы прорекламировать, так сказать, канал очень хорошего знакомого. Это один из лучших новостных каналов, бесплатные прогнозы у него, скандальные новости и много всего интересного будет. Так что подписывайтесь, братья, ссылочка будет в описании. Ну что ж, мы начнем разбирать поединок Дерека Льюиса против Сири Лагану. Дерек Льюис, ну мы его все, наверное, прекрасно знаем, да, что тут можно сказать. Дерек Льюис это в каком-то плане машина, огромная нокаутирующая мощь, неожиданные исходы там, где от него никто не ждет. К примеру, с тем же Кертисом Блейдсом, да, как он себя показал, никто не ждал от него нокаут, а вот Дерек смог подловить. Но Блейдс, в принципе, никогда не славился классной держалкой, учитывая такую мощь, которая есть у Льюиса, как бы там, в принципе, чисто в теории можно было такое предположить. Другое же дело, Сирил Ганн, да, это более интеллектуально думающий боец в автогоне, да, он размышляет, как лучше, что применить, борьбу, не борьбу, стойку под каждого оппонента. Мне кажется, что если по интеллекту в супертяжах, да, он один из самых думающих и универсальных бойцов в принципе, да, у него прекрасный геймплан под каждого бойца. Да, у него незрелищные бои, нет каких-то прям ярчайших нокаутов, всего остального, я не спорю. Но интеллектуально это очень-очень развитый, как бы, боец. У него и борьба на хорошем уровне, у него и ударка неплохая, переигрывать соперника на дистанции. И это реальный оппонент для Фрэнсиса Нгану, да. Но другое дело Дерек Льюис, который всегда обладает одним панчем. Саня Волкова мы можем вспомнить, с тем же Блейдсом, да и много других различных примеров, да. Кто-то говорит, там предположает, что вот если Сирил Ганн, да, скорее всего, конечно же, он будет подключать и на дистанции пробок Дерека, как бы, расчехлять, да. Как бы накидывать, накидывать, но на безопасном для себя расстоянии. И, как же, при любой удобной возможности, не в тупую кидаться в ноги под панчи Льюиса, да. При том, где где-то прижал, попробовать уже перевести, в клинче поработать, да. Вот, обезопасить себя полностью. В этом весь Сирил Ганн будет с Дереком Льюисом. Он будет, он выберет самый умнейший геймплан на поединок с Льюисом. Он знает прекрасно, какая опасность исходит от Льюиса. И вот, наверное, такие коэффициенты, поэтому и выставляют Буки. Они иногда знают больше. Они иногда выбирают, да, там, таких, казалось бы, фаворитов, но затягивают андердоги. Но я не думаю, что, братья, это тот самый случай в данном противостоянии. Здесь нас будет ожидать, возможно, даже скучный поединок. Сирил будет пробовать расстреливать на дистанции, на безопасном для себя расстоянии. И Льюис будет искать свой панч. Но с очень, с очень маленькой долей вероятности он сможет что-то придумать. Это как раз-таки Дерек Льюис. Сирил Ганн – это боец другого калибра по IQ, да. У Льюиса тут один шанс лайки панч. Но не нужно забывать, что у Сирила Ганна очень неплохая держалка. И я не видел, чтобы еще в UFC его вело, он был на грани или что-то подобное. Поэтому это также может пойти ему только в плюс его копилку в данном противостоянии. Какие ставки я могу предложить вам, братья, на данный поединок? Мне нравится такая ставка, как второй начнется, да. Ганн, безусловно, будет опасаться Льюиса, да. Безусловно, будет опасаться. Я не думаю, что он попробует как-то засабмишить, попробовать, да. Он не Даниэль Кармье, чтобы пробовать так засабмишить. И то, по-моему, Кармье в каком? В втором или в третьем раунде только смог засабмишить Дерека, да. Какой сам накинул дядя Леша Дереку Льюиса, и как он это выдержал. И Льюис, на самом деле, не такой простой боец, чтобы его там за раунд как-то попробовать финишировать, да. Поэтому второй начнется, да. Коэффициент 1,5. Где-то, ну, 1,48. Не суть, да. Очень хорошо смотрится в данном противостоянии. Вторая ставка, братья, это третий начнется, да. Коэффициент 1,7 уже. Более высокий, более интересный, да. Ну, чуть-чуть и больше рисков, вот. И последняя моя ставочка, это Сирилган решением судей за КФ-трешку. Да, конечно, он может финишировать его где-то четвертом, пятом, думаю. Может концентрировать его. Дерек выдохнется. Дерек не привык к таким дистанциям, если даже три. Но также для рискованных экспрессов можно рассмотреть второй или третий. Ну, второй вообще, мне кажется, как уверенно смотрится, да, в данном противостоянии. Несмотря на то, что и супертяжи. Но Лью, простите, Сирилган, это все же в первую очередь думающий боец, братья. Так что вот так вот. Ну, что ж, по данному поединку у меня все. Вот. Кто, если прослушал, братья, не забывайте подписываться на канал моего знакомого, на новостной канал. Ссылочка в описании. У меня на этом все, братья. До новых встреч, до новых прогнозов. Думаю, на каждый поединок успею все сделать. До новых встреч, братья.